И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, И полуденный зной, срок настанет, господь сына блудного спросит, Был ли счастлив ты в жизни земной, и забуду я все, Вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, И от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленям припав. 145 лет тому назад на свет появился Иван Алексеевич Бунин, прозаик, поэт, переводчик, первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе, потомок древнего дворянского рода, Которому принадлежали поэты Жуковский, Анна Бунина, выдающиеся ученые Семенов-Тяньшанский, Грот, публицисты, ученые, славянофилы, братья Киреевские. Воспитанный в русской провинции, он навсегда сохранил любовь к России, ее природе, ее языку, мелодике языка, и, конечно, к самому человеку, главным слоям русского народа – крестьянству, мещанству, мелкопоместному дворянству. Его интересует, как он говорил, душа русского человека в глубоком смысле изображение черт психики славянина. Впечатлениями детства пронизано все его творчество, и в том числе его книга «Жизнь Арсеньева», сделавшая его Нобелевским лауреатом. Одиннадцатилетним мальчиком в 1881 году Ивана Бунина, жившего с родными на хуторе, отправили учиться в гимназию в город Елец, где он пробыл до 1886 года. Из гимназии его исключили за неявку с каникул и неуплату за обучение. Семья Буниных была совсем небогата. С Ельцом, знаменитого писателя, связывала не только память о гимназических годах и первой любви. Здесь открылась ему, как пишут, торжественная древняя красота России. Здесь юный гимназист впервые понял, что он, как он сам потом напишет, русский и живет в России, а не просто в каменке, в таком-то уезде, в такой-то волости. И вдруг почувствовал эту Россию, почувствовал ее прошлое, настоящее, ее дикие, страшные и все же чем-то пленяющие особенности и свое кровное родство с ней. Конец цитаты. Сегодня нас приглашает к себе литературный мемориальный музей Ивана Алексеевича Бунина в городе Ельце, городе, запечатленном в памяти писателя и его произведениях. Мы читаем. А на дворе, как нарочно, было сумрачно, к вечеру стало накрапывать, бесконечная каменная улица, на которую я смотрел из окошечка, была мертва, пуста, а на полуголом дереве за забором противоположного дома, горбясь и натуживаясь, не обещая ничего доброго, каркала ворона. На высокой колокольне, поднимавшейся вдали, за железными крышами, вненастное темнеющее небо, каждую четверть часа, нежно, жалостно и безнадежно пела и играла что-то. Именно по этому описанию краеведами Ельца был определен реальный дом Ростовцевых, который видит герой Бунина Алексей Арсеньев, и в котором проживал сам автор и прототип героя будущего знаменитого романа «Жизнь Арсеньева». Все на этой улице по-прежнему лишь взорвана Сретенская церковь, единственный приходской храм, имевший во времена Бунина часы, где каждую четверть часа пела и играла что-то. Мы рады видеть вас в нашем музее. Он был открыт 27 лет тому назад, 4 июня 1988 года. И ответ он был первым именно в нашем городе, а не в Воронежде, родился Иван Алексеевич. Это было несколько причин. И одна была та, что Бунин с лицом связывала очень много. Сюда, в Елец, Бунин приехал из родного хутора Озерки. Чем жарче день, тем сладостней в бару дышать сухим смолистым ароматом. И весело мне было поутру бродить по этим солнечным палатам. Повсюду блеск, повсюду яркий свет, песок, как шелк, прильнук со снег орявой. И чувствую, мне только 10 лет, а ствол гигант, тяжелый, величавый. Кора груба, морщиниста, красна, но как тепла, как солнцем вся прогрета. И кажется, что пахнет не со сна, а зной и сухость солнечного лета. Озерки – это раннее безоблачное детство, окруженное любовью близких, радость от встречи с этим огромным, прекрасным миром среди моря хлебов, трав и цветов. А Елец для Бунина – это начало отсчета другой самостоятельной жизни. Озерки были в 35 километрах от города, хутор был немножко поближе, и вот именно отсюда и привезли Иван учиться в Елец, Елецкую мужскую гимназию. Можно себе представить, чем отозвалось в душе путешествие, пережитое в дороге от родного дома до малознакомого города, где Ивану предстояло жить самостоятельно. Дом, где остановился на постой маленький Ваня, родителями был выбран не сразу. Сначала мальчика поселили в комнате мещанина Бякина, затем в квартире боятеля кладбищенских памятников Студенникова, потом у Веры Аркадьевны Петиной Орловой. Жил одно время у своей двоюродной сестры Веры Аркадьевны Петиной Орловой, но больше всего около трех лет прожил вот в этом доме, где хозяйкой была мещанка Анна Осиповна Ростовцева. Она только что пристроила в своем доме новую комнату и когда планировала начать дальнейшие отделочные работы, выяснила, денег маловато. Но поскольку женщина была экономно-сообразительная, то из этого сложного финансового положения нашла очень простой выход. Поставила самую необходимую мебель, пошла в гимназию, попросила себе мальчика на квартиру и прислали Ивана. И он оказался самым первым ее квартирантом. Проходите, пожалуйста. И в комнате не было ничего лишнего. Самая необходимая мебель. Кровать, письменный стол, несколько венских стульев, этажерка для книг, сундук, куда можно было сложить вещи. В святом углу висела икона с лампадой, потому что у Ивана каждый день раньше начинался и заканчивалось столько молитвой. На окна стал целебный цветочек ирань, он обивает в воздухе микробы. Ну и еще фикус, который раньше был обязательным атрибутом любого мещанского дома. Учился Иван в казенной мужской гимназии, которую построил миллионер Поляков. Вот сейчас уже документально подтвержден тот факт, что в конце 19-го, в начале 20-го века это было лучшее учебное заведение не только нашего города, но и впоследствии выяснилось даже всей Орловской губернии. Так уж получился, чтобы собран самый сильный преподавательский состав, за обучение платили мало, 35 рублей в год. Это по сравнению с частными гимназиями, где плата была намного, в разы выше. Но самое главное, в этой гимназии еще было очень интересное правило, которое гласило, в следующем году отличники учатся уже бесплатно. Правда, Иван лучшим учеником в этой гимназии не был никогда. У него были пятерки лишь по тем, на которые ему нравились, по географии, истории, литературе. А вот с математикой были проблемы. Как он говорил, ничего хуже, это предметы я, отродясь, никогда не знавал и даже два года в третьем классе просидел из-за нависной математики. Вы можете увидеть, посмотреть учебники, которыми раньше пользовались гимназисты. Наиболее интересная из них это история православной христианской церкви. Закон Божий был одним из главных ведущих предметов в любой гимназии. Арифметика. Верхняя интересна тем, что автором является Лев Николаевич Толстой. А вот та, которая пониже, приводит восторг современных шестиклассников. Это учебник-самоучитель. На одной страничке есть приведенные условия сдачи и примера. На следующем листе от и до полностью проведено решение. Но и вам, правда, ж такие книги мало помогали. Как он говорил, частенько из гимнази возвращался домой с плохими отметками и с ним нескверным настроением. Живем в городе. Единственное, что было, как он говорил, хорошо, это то, что Елец, в Елец он влюбился буквально с пяти лет. Именно в пять впервые родители взяли его с собой в город, и, как он сказал, это было самое первое мое сказочное путешествие. Елец поразил его прежде всего своими высокими домами, но самое главное поразил величественными храмами. Сейчас, конечно, в это верится с трудом, но в конце 19-го, в начале 20-го века маленький уездный городок считался одним из красивейших провинциальных городов России. Его жители каждое утро просыпались от звонок колоколов 32 православных церквей. Здесь было два монастыря Троицкий мужской и Знаменский женский, немецкая кирха, польский костюм, еврейская синагога. Гелец славился на всю Россию кожевенным производством, его по-другому называли сапожной столицей России, хлебной торговлей, виноделем, здесь даже делали знаменитые плодово-ягодные вины, ничуть не уступающие французским напиткам, даже делали шампанское с крыжовника. Но и до сих пор наш город имеет славу, город, где придут самые легкие тонкие кружева. Это одна сторона жизни города была. А вторая, святитель Тихозадонский, который очень любил Гелец, называл ее вторым Сионом. И это было не без оснований. У нас в ту пору, в XIX веке, все улицы нашего города так или иначе были названы по названиям храмов, которые стояли на их улице. Любая улица вела к храму. Иван очень любил гулять по городу. Из рассказа Бунина в деревне. Когда в конце декабря я бегал по утрам в гимназию, видел в магазинах сотни блестящих игрушек и украшений, приготовленных для елок. видел на базаре целые обозы с этими зелеными, загубленными для праздника елочками. А в мясных рядах целые горы мерзлых свиных туш, поросят и битой ощипанной птицы. И я с радостью говорил себе, ну, теперь уж близко праздник. Годы, проведенные в Ельце, напитали будущего писателя богатыми впечатлениями жизни Мещанской уездной России. Он, дворянский сын, узнал и полюбил другую Россию и поэтов, выходцев из незнатных слоев общества, таких как Никитин. Из романа Бунина «Жизнь Арсеньева». В гимназии я пробыл четыре года, живя нахлебником у Мещанина Ростовцева. Он, случалось, заходил к нам своим нахлебником и порой вдруг спрашивал, чуть усмехаясь, «А стихи вам нынче задавали?» Я потом читал Никитина «Под большим шатром голубых небес вижу, даль степей растилается». Это было широкое и восторженное описание великого простора, великих и разнообразных богатств, сил и дел России. И, когда я доходил до гордого и радостного конца, до разрешения этого описания, «Это ты, моя Русь державная, моя Родина православная», Ростовцев сжимал челюсти и бледнел. «Да, вот это стихи», говорил он, «Вот это надо покрепче учить». И ведь кто писал-то, наш брат, мещанин, земляк наш. Но вернемся в дом мещанки Ростовцевой, где проживал будущий писатель. Известно, что в раннем возрасте очень большое влияние на будущего человека, на его формирование, характера, привычек оказывает влияние его семья, его родные и близкие. И вот в этом плане Ивану Алексеевичу очень повезло, потому что у него была замечательная мать, Людмила Александровна. К сожалению, фотографию в более молодые годы не сохранилось. Она женщина была очень добрая, великодушна, знала много сказок, народных песен, преданий, легенд. Очень любила стихи Александра Сергеевича Пушкина, знала их наизусть великое множество. А вот жизнь у него была такой, что, говорится, не дай Бог, никому. У него было девять детей, но вышли уже в новую столько четверым, остальные пять умерли маленькими. Причем, если первый ребенок погиб по неосторожности кормилицы, трое умерло в один день во время эпидемии дифтерии, которая бушевала в уезде. В одночасье муж и жены остались одни. И вот вынесли такой страшный удар судьбы, Людмила Александровна был трудно, что она женщина была глубоко верующей. И спустя несколько десятилетий безграничная вера матери вкупе с ее самоотверженностью спас лет серьезное наказание у старшего сына Юлия. Дело в том, что он случайно оказался замешанным на родовольческое движение. Его арестовали и грозило ему очень серьезное наказание в большой тюремный срок заключения и пожизненная ссылка. И вот когда мать узнала об этом, она в отчаянии упала на колени перед фамильными иконами и дала клятву. Она сказала, Господи, если мой сын просеет тюрьме малым, а ссылку будет отбывать дома, обещаю, после этого я буду поститься каждый день. Никто не верил в то, что удастся избирать Юлю серьезное наказание. Но Господь помиловал заблудшего сына. Как вспоминал Иван Алексеевич, Юлию год всего лишь отсидел в тюрьме и она три года обывала ссылку в озерках. А Людмила Александровна за это сдержала свой обед. Она постилась не день и не два, а целых 20 лет в течение каждого дня после этого. Причем держала строгий пост. И это при том, что вторую половину жизни страдала бронхиальная астма в тяжелой форме. Но сохранила такой ясный ум, такую феноменальную память, что нам с вами впору посоветовать. Как она рассказывала жене Ивана Алексеевича Вере Николаевне, она с самого начала поняла, что Иван особенный среди детей. Ни у кого нет такой тонкой души, как у него, и никто ее не любит так сильно, как он. Буин посвятил своей матушке замечательное стихотворение. Оно так и называется «Матери». Я помню спальню был совсем противоположен своей супруге человеком, хозяйством не занимался совершенно, больше времени проводил на охоте, в разъездах по гостям, надо сказать, что он был очень редким стрелком, без промаха попадал из ружья в подброшенный верой двугрейленной. Был известен как талантливый имитатор, мог какой-нибудь рассказ прочесть в лицах так, что было впечатление, что читает несколько совершенно разных людей. Но уж гостей голосами переродить для него вообще не составляло никакого труда. А вот хозяйством заниматься не любил, не хотел, да и не умел. Жизнь вел непосредством. И все это в конечном итоге привело к тому, что семья была разорена полностью. Были проданы имения матери, были проданы его имения, дети, посланные Александры, свою большую жизнь начинали лишь с одним крестом на груди. Ивана, Людмила Александровна благословила родовой иконой Пресвятой Троицы. В нашем музее есть личные вещи, Иван Алексеевич. Они были присланы из Англии профессора Дебургского университета милиции Эдуардовна Грин, когда она узнала об открытии нашего музея. Вы здесь можете увидеть его портмоне, расческу, очки, бритвенные принадлежности, красный-синий карандаш, красным рифлем будет подчеркать то, что нравилось, и с чем был не согласен, ручки, фотографии Льва Николаевича Толстого, его любимого писателя, и даже чемодан, с которым он в 1933 году ездил получать Нобелевскую премию. Иван Алексеевич стал первым из русских писателей, кто получил эту почетную престижную награду. Надо сказать, что он стал и первым, кто получил цветной Нобелевский диплом. Вообще, диплом Нобеля это вещь уникальная. Он всегда готовится в единственном экземпляре, всегда и только ручная работа, и оформление его каждый раз разное. А он должен соответствовать тому, о чем пишет поэт или писатель. Но и поскольку Иван Алексеевич награду вручали за все его творчество, за то, как талантливо и правдиво он изобразил русский национальный характер, то вот по этим рисункам вы можете себе представить, какими увидели читатели по его книгам «Россиян». Они предстали православными, трудолюбивыми и доброжелательными. Получил Иван Алексеевич по тем временам колоссальную сумму денег, 750 тысяч французского франка в золото. Если бы тратил только на себя, на свою семью, слегка хотел бы до конца, да еще бы осталось. Но он не мог один купаться в роскоши в ту пору, когда сотни тысяч у соотечественных терпели страшную нужду. Поэтому сразу большую часть награды роздал русским иммигрантам. Но другая половина, конечно же, пошла с определенной долей легкомыслия, и поэтому этой премии хватило всего лишь на три года. И когда вновь в двери к Ивана Алексеевича постучались голод, холод и нужда, он с улыбкой, шутя говорил, всем-то хороша эта премия, да жаль только, уж не присуждается она вторично. Иван Алексеевич прожил очень большую жизнь, 83 года. Написал много замечательных произведений, наиболее известный из которых это его роман «Жизнь Арсеньева», сборник рассказов о любви темной аллеи, его воспоминания о путешествии с Верой Николаевной по святой земле, циклы рассказов «Тень птицы», знаменитые дневниковые записи «Окаянные дни» и многое, многое другое. А за 30 лет до своей смерти он написал в дневнике очень интересные строки. Он уже жил во Франции и писал «Поют колокол Сен-Денис, какое очарование, голос давний, древний, а ведь это главное, связующий с прошлым, и на древний русский похож. Это большое счастье и мудрость пожертвовать драгоценный колокол на ту церковь, близ которой ляжешь навеки. Тебя не будет, а твой колокол, как бы часть твоя, все будет и будет петь сто, двести, пятьсот лет». Ивана Алексеевича давно уже нет, но его произведение это его своеобразный колокол, который знает и любит во всем мире и который читают и будут читать. И мы читаем «Христос воскрес, опять с зарею видеет долгой ночи тень, опять зажегся над землею для новой жизни новый день». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok